Приветствую, друзья. С компанией СМСЛ уверен, вы все давно и очень хорошо знакомы. Их усилители и ЦАПы идут в уровень с дорогими решениями для аудиофилов, а стоят при этом вполне адекватных денег. Теперь же они взялись и за мобильный сегмент. В плане дизайна у новинки все довольно-таки строго, начинка нас тоже не особо балует, зато по мощности здесь целых 500 мВт на 16 Ом нагрузки и, можно так сказать, образцово-показательный в плане техничности звук. Это прямо шикарная база. Сегодня говорим о мобильном ЦАПе СМСЛ-Д10. Поехали. Поставляется аппарат в небольшой коробке с логотипом Hi-Res Audio сертификации. В комплекте шла какая-то карточка и небольшой двухсторонний Type-C кабель в макерчатой оболочке. Из железа мы знаем о двух установленных в него чипах Cyrus Logic CS43131 и о USB на чем-то от XMOS. Все маркировки, к сожалению, здесь затерты. PCM поддерживается до 32 бит 384 кГц, а DSD до DSD 256. По мощности у нас примерно 130 мВт на несимметричном выходе и около 250 мВт на 32 Ом нагрузки на балансном. Этого за глаза хватит для всех внутриканальных и большей части тугих полноразмерных наушников. При долгой нагрузке аппарат слегка нагревается и дает абсолютную тишину в паузах. Корпус у него металлический, с приятными глазу скосами и витринами на передней и задней части. Кнопки здесь две, обе отвечают за громкость, а по торцам Type-C вход и два выхода. 3.5 и 4.4 мм джек. По потреблению SMS LD10 рекордов не бьет. Гордые 0.13 ампера. Примерно, как у всех конкурентов, не лучше и не хуже. Драйвер, на удивление, подошел от XMOS. То есть мы можем регулировать задержку, быть уверенными в стабильности и задействовать тот самый профессиональный ICO интерфейс. Всему же мобильному и построенному на Linux вообще ничего для работы не нужно. Измерения я проводил в 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. В результате получил весьма схожие результаты за исключением естественного взаимопроникновения каналов. Почти идеально ровная АЧХ. Шумы на минус 156 дБ. Отличный динамический диапазон и искажения равные минус 123 дБ для баланса и минус 132 дБ на 3.5 мм выходе. Что в процентах дает 10,07 соответственно. Интермодуляционные искажения для баланса соответствуют минус 126 дБ, а для несимметричного выхода минус 129 дБ. То есть все ну просто идеально. По звучанию СМСЛ как говорится выдает базу, причем в лучшем смысле данного слова. Это именно та техничность, четкость разрешения, какими они и должны быть. Да, в данном ключе мы уже успели рассмотреть Эклэйм ПД6 и ТРН ТЭПРО, которые не намного хуже. Но у первых звук какой-то странно вкрадчивый, что мне не особо понравилось. А во вторых при целой куче достоинств довольно простая сцена. Герой же обзора умеет и в скорость и в динамику и сцена у него не просто хороша, а практически идеально. Живой, очень выразительный звук с правильной акустической массой, чуть ощутимым аналоговым сглаживанием и хорошо прослеживающейся мелодической составляющей. Из всех имеющихся у меня мобильных ЦАПов свое предпочтение я отдал именно ему, пусть и поставил в общем списке на пятое место между Эклэйм и ТРН. Это предельно грамотное решение, почти без окраса, уклона в любую из сторон и хоть какой-то стилистической направленности. На нем можно слушать классическую музыку, рок, металл, любого вида электронику, все оркестровое, вокальное и текстурно ориентированное, играть в компьютерные игры или писать, а также сводить музыку самому. SMSL в этом ни одну собаку съели, поэтому другого от данной компании я и не ожидал. В D10 есть и глубина, и тембральный объем, и чуть ли не дотошная прорисовка на всех возможных планах и та самая благородная певучесть. Да, не в той степени, как у Литшуэм ДТ-03 или Артемис 39 от 7 Гц, но все-таки. Из решений с уклоном в подробный, максимально честный звук, SMSL настоящий король. При этом он построен не на ESS и не на флагманских чипах от Cirrus Logic. Вот что значит опыт. Его я могу рекомендовать, например, придирчивым меломанам и людям привыкшим к серьезной студийного уровня подачи. У звука есть та самая магнетичная привлекательность. Бас глубокий и очень текстурный, серединка аж до прозрачности чистая, техничная, в достаточной степени объемная, с и такими элементами насыщенности. Верха особо здесь не подчеркиваются, но и не задвигаются на задний план. Выдержаны они в уровень со средними частотами и предназначены для грамотного их развития, а также построения всяких перкуссионных узоров. С голографичностью моделей все тоже в полном порядке. Хорошо передаются эмоции и чуть ли не идеально проработана артикуляция. По звуку тут действительно не придерешься, разве что можно разойтись во вкусовых предпочтениях. Причем я сам, хотя и обожаю более сочное аналоговое звучание, с огромным интересом слушаю и героя нашего сегодняшнего обзора. Если скорость, драйв и динамика для вас очень важны, это моя, друзья, настоятельная рекомендация. Альтернативы есть, но выигрывают они только лишь во всяких экранах и возможностях, включаемых из меню. Celeste CD20 в целом мягче и музыкальнее, но в плане масштаба, разрешения и построения сцены у них, на мой взгляд, почти паритет. Я бы их разделил так. Если вам больше нравится пивучесть, то смотрите в сторону Celeste. А если на первом месте именно техничность, на SMSL. В остальном, какой-то особой разницы между ними, я лично не заметил. Шикарный ЦАП, причем безо всяких «но» и «если». Решение студийного уровня, разработанное специально для мобильного сегмента. Итогом, мобильный ЦАП SMSL D10 залипательно выглядит и имеет свою собственную внутреннюю громкость, какую-то совершенно дикую выходную мощность около 6 ВРМС, высокого класса измерения, хорошее энергопотребление и просто идеальное в плане техничности звучание. С правильно оформленной сценой, выразительностью, масштабом и той самой музыкальной притягательностью. Но направленность тут именно на напор, четкость, высокую динамику и предельно возможное разрешение. Это один из наиболее взрослозвучающих ЦАПов, что я только слушал. Только сказать эталон. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП SMSL D10. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Спасибо. Продолжение следует...